Привет! И снова с вами говорящая Чихуахуа, гламурная Торва Софи. Я продолжаю делать видео по вашим просьбам. И сегодня у нас тема мода и одежда для Чихуахуа, а также мой гардероб. Итак, девочки, ну и может быть некоторые мальчики, поехали. На самом деле о своем гардеробе рассказать, конечно, я могу, но показать много разных шмоток на себе уже вряд ли, потому что перед поездкой в жаркие страны я почти все продала и продолжаю продавать оставшиеся. У меня, как у настоящей модницы, был целый гардероб. Сейчас там уже висит совсем немного, а раньше была куча вешалок с самыми разными одежками. Поэтому из моего огромного гардероба остались лишь единичные вещички. Всякие интересные новые вещи я либо куплю там, либо я буду ходить без ничего, потому что там уже очень жарко, а может даже побреюсь. М-да. Кстати, просили еще рассказать про аксессуары, про них будет отдельное видео. Ошейники, шлейки, сумочки там всякие и так далее. А теперь давайте по пунктам, что вообще одевать, когда, как и с чем. Так как, девочка, я гламурная и люблю всякие модные шмотки, говорю сразу, эти костюмы суперменов, сосисок и так далее я не понимаю, потому что, ну вот, станет по-нашему носить такой костюм какой-нибудь двуногий, ну разве что на карнавал или есть такие. Так что подобные вещи отметаем сразу. Пусть сами носят свои бананы и хот-доги. Идем по порядку. Кофточки, толстовки, типа той, что на мне, и свитера. Иногда я покупаю одежду в магазине, а иногда по интернету. Каждый должен знать свой размер и лучше всего мерить в магазине заранее одежду, чтобы она не казалась потом мала или велика. Я считаю, что кофта, толстовка или свитер должны сидеть идеально, нигде не сжать и не болтаться, а то упадет при первых пяти шагах. Рукава не должны мешать ходьбе. Кофточки и толстовки подойдут под весну и осень, а иногда лето, если тонкое. А вот свитер лучше носить зимой, чтобы не было жарко. Моделей сейчас самое разное множество, так что выбор огромный. А теперь куртки, комбинезоны осенние и зимние и жилетки с шубками. Их тоже очень много везде. Курточки могут быть плотные, с подкладкой, из ткани, с капюшоном, как на мне, например, спортивные, гламурные, самые разные, а могут быть балоневые, чтобы не промокнуть, если что. А могут быть и кожаные, но кожу я не очень люблю. Вообще куртки это хорошо на прохладную погоду. Цвет лучше подбирать тот, который нравится именно вам и подходит все-таки под ваш окрас, подчеркивая красоту. Если куртка мрачная, а окрас у вас темный, то это будет смотреться не очень, а вот если окрас белый и мраморный, как у меня, то подойдут яркие цвета. Если же окрас коричневый и песочный, то ни в коем случае не покупайте одежду таких же оттенков. В общем, контрасты это лучше, чем сочетание в нашем случае. Кроме курток на осень еще бывают комбинезоны, балоневые и тоже самые разные. Бывают легкие на осень, без подклада, а бывают теплые. Когда выбираете комбинезон, не забывайте про то, что он должен быть удобным и нигде не переживать вам ничего. Вообще одежда должна быть удобной, а то вы вообще двигаться не сможете. Плюс комбинезона в том, что у него есть еще и штанишки, то есть греет он везде, не только сверху. Бывают еще зимние комбинезоны и куртки, они теплые, в них можно свободно гулять зимой и не бояться замерзнуть. Я люблю розовый цвет, поэтому комбинезон у меня розовый и стильный. Вот такие штучки, чтобы регулировать размер, сзади замочек. Как и другие вещи, комбинезоны бывают самые разные по стилю, цвету и фасону. Эйвон вот любит с капюшонами одежду и очень любит всякие шапочки и шарфики. Точнее может быть он их и не любит, но почему-то носит. А я вот их совсем не люблю. Мне нравится, когда голова дышит. Еще бывают всякие разные жилетки. Их я обожаю. Раньше у меня их было много, но на юге они мне не пригодятся. Я оставила одну на будущее, тоже розовенькую. Вообще жилетки это штука прикольная, их можно носить как сами по себе, так и с какими-нибудь комбезом или штанишками. Всякие цельные костюмы, кофточки со штанишками тоже прикольно смотрятся. Главное подобрать цвет и фасон, чтобы все сочеталось и смотрелось стильно и при этом вам было в этом удобно. Ну и еще бывают всякие разные майки, футболочки, платья, юбки. Платья и юбки я тоже все распродала, но они всегда подчеркнут вашу женственность и оригинальность, так что в гардеробе можно иметь пару платьиц и необычных юбочек. Про головные уборы для себя я уже сказала, но вообще это пользуется популярностью, так что если вам нравятся всякие кепочки и шапочки, их тоже огромный выбор везде. Обувь и носочки я тоже не особо люблю, разве что зимой, когда холодно, можно одеть ботиночки, но это не лучший вариант для постоянного ношения. Походка портится, да и вообще одежда это интересно, но нельзя забывать, что мы все-таки не двуногие. Кто хочет посмотреть ролик про одежду из моего гардероба, которую я продаю и узнать цены, смотрите отдельное видео про это, ссылка есть в описании или переходите по появившейся ссылке на экране. Там есть интересный спортивный костюмчик, курточка и прикольный японский стильный комбинезон. И еще я там расскажу как снять мерки для одежды. Оставляйте свои пожелания по поводу дальнейших видео в комментариях, подписывайтесь на мой канал, вступайте в мои группы вконтакте, все ссылки будут в описании и будет вам счастье. Эйван, ну ты же правда любишь шапочки? Я не знаю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Субтитры сделал DimaTorzok